Писание Знаете, какая бы ситуация ни случилась, у кого там, у нас, или еще там, где-то вы слышали какие-то, может быть, непобедные совершенно вещи, то мы не можем поменять Писание. Писание, оно навсегда останется истиной. И мой муж, он всегда говорил, мы не можем изменить Писание, если у нас в жизни что-то не получилось не так. То есть Писание – это наивысший авторитет власти, Слово Бога, которое пришло к человеку. Поэтому мы до конца будем верить, мы будем всегда, пока мы живем на этой земле, мы будем верить Ему за Его чудо, которое Он совершил, за Его спасение нашей души и спасение наших тел. Иисус, мы так благодарны Тебе, мы молимся сейчас, что Он взял на Себя все проклятия, которые есть в этом мире. Туда включается абсолютно все – это болезни, это психические расстройства, это, знаете, одиночество, уныние, депрессия. Все Иисус Он забрал на себя. Поэтому каждый человек, он может верить и доверять Господу, то, что его проблема Бог решил. Сегодня я бы хотела к вам воззвать, люди, чтобы мы могли вас воззвать к Богу, чтобы Он ответил нам на все наши нужды. Дорогой Иисус, мы так благодарны Тебе, что Ты не пришел на эту землю просто так, что Ты не умер на кресте, просто умер, но Ты страдал. Ты забрал все наши немощи, Ты забрал все наши болезни. И Библия говорит, и Ты сам говоришь о том, что Твоими ранами мы исцелились. Так сейчас мы утверждаем это слово на всей этой земле, что ранами Иисуса Христа мы исцелены. И каждый человек, который с верой взывает к Нему, который видит свою болезнь на этих ранах Иисуса Христа, пусть придет к Нему это исцеление – сверхъестественное чудо во имя Иисуса Христа. Господь, Ты благ, Господь, Ты силен, Ты могущественен, и Ты не связан никаким расстоянием. Ты врываешься в жизнь тех людей, которые верят, которые, как Мира рассказывала, я думаю, что вы можете послушать потом эту передачу, как она рисовала эту печень своего отца, у которого была операция. Вы знаете, в этом было чудо. Кто-то молился, одна женщина свидетельствовала о том, когда муж ее задыхался от этого ковида, и он лежал в больнице, он задыхался, она была дома, и она начинала дышать вместо него. Она согласилась, что я буду дышать сейчас вместо него. И она вздыхала полной грудью, тем самым веря в то, что это помогает ему. То есть, что она с ним связана, как одна плоть. Поэтому мы можем возлагать наши заботы не только на наших близких, но на Бога. Вместе давайте будем верить, давайте будем созидать наши жизни в силе и могуществе Его славы. Аллилуйя! Иисус, мы благодарим Тебя, что это исцеление, исцеление души, исцеление тела, оно доступно для нас через Твою смерть, через Твою пролитую кровь на кресте. Мы высвобождаем силу Твоей крови, мы высвобождаем силу Твоего могущества на каждого человека. Во имя Твое, Господь, мы молимся. Аллилуйя! И сейчас мы здесь стоим, мы как представители Твоего царства, мы представители Твоего царства, мы не стоим здесь в своей праведности, мы стоим здесь в своей праведности. Мы не идем во имя свое, мы идем в Твое имя. И мы не поразглашаем здесь свою силу, мы утверждаем силу Святого Духа, которая касается каждого человека, который имеет эту нужду. Господи, мы благодарны Тебе, мы благодарны Тебе за это, за то, что Ты наделил нас властью на этой земле. И Ты сказал, все, что Вы свяжете на земле, оно будет связано на небесах, и все, что Вы разрешите, будет разрешено на небесах. Поэтому сегодня мы связываем все атаки дьявола, все его козни, все его намерения именем Иисуса Христа. И мы развязываем силу Святого Духа, мы развязываем Тебя, Господь, Твои руки, как люди, которым Ты доверил эту землю. Господи, мы утверждаем Твое царство, мы утверждаем Твою власть, как на небе, так и на земле. Господи, мы благодарим Тебя за все, что Ты приготовил для этого эфира. И мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть ответ на все нужды, за то, что в Тебе нет тупитков. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твой аллей, Он несет исцеление прямо сейчас. Мы благодарим Тебя за всех телезрителей. Мы благодарим Тебя, Господь, за тех партнеров, которых Ты дал нам. Мы благодарим Тебя за всех друзей телеканала. И Ты видишь нужду каждого. И мы просто просим Тебя, Господь, пусть придет ответ прямо сейчас. И я верю, что нас смотрит человек, у Вас проблема с коленями. И у Вас стоит вопрос операции. И я просто побуждаю Вас, встаньте на свои ноги, положите руки на колени. И давайте молиться вместе с Вами прямо сейчас за исцеление Ваших коленей. Во имя Иисуса Христа, я связываю Тебя всякая боль, я связываю Тебя всякая болезнь. Во имя Иисуса Христа, я провозглашаю исцеление в Ваши колени прямо сейчас. Принимайте исцеление, начинайте двигаться своими ногами, начинайте шевелиться, шевелитесь, проверяйте свои ноги. Исцеляющая сила Божья течет прямо сейчас по Вашим суставам, по всему Вашему телу. И также я верю, что нас смотрит человек, Вы не можете спать уже даже не первую неделю. У Вас такая большая бессонница. И во имя Иисуса Христа, я связываю Тебя, нечистый Дух, забирающий покой. Во имя Иисуса Христа, я связываю Тебя всякий недуг. И я провозглашаю шалом во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю Божий покой. Я провозглашаю крепкий сон. Я провозглашаю восстановление во всех сферах. Просто Ваша жизнь обновляется во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя за это время молитвы. И мы знаем, что все наши источники в тебе. И мы благодарим тебя за каждого телезрителя. И мы также молимся сейчас о тех, у кого очень сильные кризисы в финансовой бизнесе. И у вас стоит вопрос с закрытием фирмы. И просто мы благословляем и высвобождаем просто мудрость Божью для того, чтобы понять эту ситуацию и найти выход. И я верю, что Господь даст вам просто сверхъестественную мудрость для того, чтобы по-новому увидеть и переформатировать свою организацию. Господь, мы благодарим тебя за каждого телезрителя. Ты видишь каждого, кто смотрит нас сейчас. И пусть просто твое присутствие наполнит сейчас каждую семью, каждый дом. Мы просто провозглашаем твою полноту в дом каждого, кто смотрит нас прямо сейчас. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Я благодарю тебя за твои сверхъестественные, могущественные ответы, что ты действуешь прямо сейчас. Прямо сейчас. И я также молюсь и ходатайствую, чтобы твоя сверхъестественная сила просто как молния, Господь, как сильный поток, Господь, остановила ту болезнь. И конкретно я слышу действительно ходатайство о людях, которые сражаются с ковидом, с аутоиммунными заболеваниями во имя Иисуса Христа. Господь, я просто разрушаю это проклятие. И кто-то слышит, что ковид относится тоже к таким болезням, которые живут постоянно в организме. Во имя Христа, который победил всякую смерть, всякое проклятие, мы разрушаем это слово. Полностью, бесследно уходит этот вирус из клеток. Господь, я благодарю тебя, что ты наполняешь тела тех, которые перенесли это заболевание своей сверхъестественной жизнью, которая победила тление, победила смерть, Господь. Полное обновление, сверхъестественное обновление, сверхъестественное заживление, сверхъестественное восстановление всех систем тела, Господь. И самое главное, Господь, пусть сердце ликует, пусть душа будет посвящена тебе, наполненная словом, наполненная песней, наполненная откровением. Господь, пусть Твой ресурс, пусть Твои воды, воды Твоего елея приходят во все сферы жизни, Господь. Пусть уходит депрессия, пусть уходит уныние, пусть уходят вот эти тяжелые мысли и безысходности, потому что Ты даешь новую надежду, потому что Ты даешь радость. Господь, во имя Иисуса я провозглашаю это время новых возможностей. Господи, что Ты приносишь новые встречи, новое общение, Господь, что Ты даешь новую работу. Мы благословляем работодателей, мы благословляем тех, кто создает эти рабочие места. Пусть будет усердие в труде, пусть будет усердие в благословении других людей, Господь, в том, чтобы имя Твое было высоко поднято, Господь, чтобы мы были теми свидетелями, которые провозглашают. Как это чудесно быть с Тобой, что дети, знающие Тебя, они трудятся превосходно. Мы благословляем молодых людей, мы благословляем детей. Господи, пусть их разум, пусть их душа цепко держатся Твоего Слова, наставления, юности, Господь. Пусть их пути будут прямые. Я прошу Тебя о особом помазании святости, Господи. Дай отвращение ко всякой нечистоте, ко всякому блуду, ко всяким грязным, нечистым помыслам. Боже, пусть просто эта сверхъестественная святость придет, потому что Ты сказал, я заберу у Вас, я заберу у Вас эту всю нечистоту. Я вложу сердце в Ваше, я заберу это каменное сердце и вложу живое, живое, чувствующее, мягкое, то, которое полно любви. И Господь, я прошу Тебя, чтобы юноши и девушки, мужчины и женщины обрели эту способность любить. Это обновление в Тебе через Тебя, потому что Ты Бог, творящий новое, обновляющий нашу душу. Ты говоришь, что тот, кто жаждет, иди ко мне и пей. И Ты говоришь, я изливаю воды на жаждущее. Будьте жаждущим, откройте свои уста, примите от Бога. Он так близко, Он рядом с Вашими устами, Он в Ваших словах, Он в сердце. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Господь, что Ты действуешь. Учи Твои непрестанно обозревают всю землю, чтобы вполне поддерживать тех, кто предан Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok